руками смеялись до потери пульса дорогие зрители короче аккумулятор сел ну первый аккумулятор на видеокамере и опять резкость там расстроилась да короче она как бы стабилизация резкости восстанавливается через какое-то некоторое время хорошо что я взял телефон но вроде бы картинка нормально ужин буду снимать на телефон так сейчас выставлю кадр так так ты не вылазишь странно выключу время запись пошла света вроде хватает нормально 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 будем надеяться что будет хорошая картинка хорошо так освещение столько фонариков с телефона 1 потом фонаря 2 3 4 еще там ага и супер освещение и супер да вот так получи быстро имя царство на духа руки наш бежи сильно небесех до светится имя твое да приедет царство твое да будут воля твоя я канаде сними и не кредит нашу сущний дашь нам днись и оставил нам долги наша я коже и мы оставляем ножны кулан нашим и не видела свои искушения и избавили нас от лукавого я как твоей и царство и силы и слава веки они слава отцу и сыну и святаго духу и не признать веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй господи благослови всем приятного аппетита приятного аппетита спасибо большое поздно мы садимся кушать это опять за утренний ужин получается так и получается 6 минут 5 красиво вставать будем очень тепленькие у меня уже остыло у меня тепленькое еще вот это теплое да теплое еще так все это опаздывает уже ммм мхм да по заправлюся мхм 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 мхх мхх мх 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 Продолжение следует... 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 Сейчас ты мяю Такой еще горяченький А ты, кстати, помнишь, сколько ты на шахте получал в рублях раньше? 3 СССР 3 СССР я получал 350, 400 рублей получал Вот от 350 до 400 рублей Смотри, чтоб тебе видать вот так было Я получал где-то от 350 до 300 рублей В этом вот, как, в этом Ну я же все работал, по-другому дарифу работал всего лишь я По какому? По третьему Ну все механика у нас была Алисейенко Васильевич Алисейенко Василий Максимович Что ты хочешь сдавать на права? Ну как, сдавай экзамены И будешь мне больше получать, все будет хорошо Я теперь помогу И что такое, что я сглупил и не пошел потом Меня шахтука уже уволили И какая штука Меня за шахту уволили И когда был день шахтера Вот, а что-то мне нужно было Звук у меня было взять Выписка какая-то, такая бумага, большая такая Угу Бумага такая, большая такая, бумага такая Вот Там листов было 5-7 листов Вот Нам нужно было начальника участка взять Этот Рухло Вячеслав Петрович Вот И механик Василий Максимович Он был механиком, короче И я захожу И день шахтера А там стоял стол Большой такой, короче И мне нас это Начальник участка Вот О, Шурик, проходи, проходи Я захожу А там у нас сидел еще один мужчина Очень не помню фамилию его уже, короче Он ему раз, мне бум, стакан водки Целиком наливает Мне И какая штука Я извиняюсь Я выпил И так вот такой Он закусил Я говорю, я шахтер А он механик Правильно говорит, короче Вот И потом взял бумагу я и ушел домой И пошел пешком пошел я Вот помню, я хорошо это запомнил я А типа там Ооо В морзах там были А там еще как Заходишь И стоял на небо Стол Ну стол был большой А стол Там сто было Доска была Пятьдесятка доска была И такие Смех отверстики Ширина И доска была Пятьдесятка И стол, конечно У меня был около 5 метров длиной Стол И был ствол Около 5 метров длиной И метр 3 Шириной И Такие скамейки были сделаны По обе стороны Вот Там сам он влезал По восемь По десять Там сам он влезал За раз В растение, короче И заходишь Там снега Там стояла ящика Так Шесть и семь взяла Водки А водка еще была русская Еще такая Так виза Закручивая Ну Пропы закручивая Вот А закуски Все многое на столе было Все было отлично Там народу было Ох Много Вот Этого денег уже не нужно было Короче Переводку Играли в бильярд И все Вот Мне очень понравился Хоть события И сам начальнику Час векла Шурик И докладывал Кому не сюда А я же как Рабочий просто был И все Я зашел там Зраться Ты шатер Заливай Вот так вот Я что-то купил на первую зарплату Я что-то не помню что я на первую купил Я тоже не помню Угу Да давно уже была Самая моя Ну вот Трудовая деятельность Началась я в школе Устроился Угу Не помню в каком классе учился В восьмом или в каком там Угу Угу На полставки что ли там Полы короче Угу Угу Это я еще был школьником Но там трудовую еще не давали Аааа Понятно Угу Угу Ну что в школу Что я тоже вспомнил Угу Что даже ее скажу Угу А потом я в этом Угу Когда в институте в Ижевском Механическом учился Угу Угу Там я работал этим Электриком по обслуживанию Им здания, и сооружения Угу Ну там лампочки помятили Угу 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 масло вроде так нормально жил бабушка мне там всякие продукты давал в Енаул я ездил с Ижевска. Сначала до Ижевска на автобусе, там на Итарусе, с Ижевска до Сарапула примерно там сколько я не помню час или час 30 еды а потом с Сарапула до Енаула на субботу на воскресенье ну вот на выходные приезжал не всегда конечно вот здесь вроде резкость хорошая только что близко нас снимает короче такую камеру надо новую покупать я не знаю смогут это ремонтировать не смогут уже я слышал что уже такие камеры не делают не делают? я имею ввиду вот этой модели это сейчас отсылать её куда-то давай пока она так и работает с перебоями там видимо какой-то элемент электронный нагревается выходит из строя и стабилизация короче пропадает постоит-постоит вроде опять нормализуется вот тебе хватит нет? а ну вроде нормально да? но пополам да? угу 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 тут я всё чистенько постелил всё это да да видал спасибо большое молодец ну чё тебе скажу хорошая на мой счёт бабушка Сосея очень тебя любили меня любила я помню отдыхали мы в Башкирии были уже в Башкирии ещё там был посёлок Иннаул я и моя мама сад с небесным пусть у меня будет пухом ну как отдыхали короче отец я и мама вот на горность я конечно отдыхали потом для Лёша мой отец и короче ещё была Алка и Димка ну да и все семьи мы там отдыхали они маленькие были ещё как Димка ещё помню поза на корячках поза Алка уже ходила так вот так по снегу уже ходила он забрал уехал домой а мы дома остались короче мама и я мы остались опа ну пойдём уезжай и мама мне здесь не с отцом уехала я остался один у бабушки и ко мне бабушка провожала ну короче как пошла в вокзал сама купила мне билет она там не знакомая там короче взяла мне прямой плацкарт очень как от Москвы а это от Инаула прямо до Инты ничего прям сел и поехал и всё короче и там у меня такой тормозок хороший сумка такая большая такая как называешь она баул типа того он крутой и там короче торт был такой торт назывался Ленинград я забыла Ленинград это мой торт любимый это большое спасибо ей вот потом такие три таких этих лимона ой апельсинь какие-то штуки потом сахар пачка такой небольшой пачке такие сахара они по три рублей по мне стояли еще это СССР когда была сахара вот потом там кекс ну там это печём там в общем мне еды набрала всего одежда всего набрала мне я пошёл в сумки такие я пошёл в сумки такие и по мне провожали это Вера Вера это как Вера Бегунова они как её звали то ну там Бегунова была да ну ещё и другая там была которая с бабушкой в квартире жила Ммм Вера ну твоя фамилию не помню ты помнишь? ну тоже не помню фамилию и пусть меня провожали вот Вера и Оксану это у Чапкацева Андрея племянница ну они как пришли мы на вокзал а мы только втроё пришли ну мы как бабушка она они две и я вот и уже подошёл в поезд они в трамках говорят давай плакать но взрыт ну бабушка такая она там хвостальником тебе сколько лет было? у меня 8 класс я сам ещё был то что высокий рост контакт ещё короче но я сам ещё не заплакал сижу короче в поезде сижу у меня слёзы потекли они плачут и чёки на взрыт и бабушка сразу плакала и потом уже им так вымахали мне бабушка пишет говорит Саша приезжай ко мне в гости я говорю ладно и поезд поехал может помню это хорошо это помню я а девчонки плакали ты с ними игрался часто что ли? мы с ними игрались и ещё какая штука мы даже там есть и ка буль мы купаться ходили втроём я Верка и это Оксанка мы купаться ходили ну там было отлично чай будешь не? угу я уж наелся мне уже не поедет ну оставь на завтра давай ты оставлю ага угу спасибо большое зайду наелся спасибо большое а виноград чё? сейчас виноград буду винограда же не упущу я боюсь слабость хочу угу спасибо большое у меня тоже два яичка осталось тут угу а я всё не ел даже так у меня лежат я не ел я только надо будет куда-то в пакет всё положить угу мышки могут тут полазить угу угу там ты с косточками глотаешь да? угу я не я выплю угу это будет хлеб что буду вынимать вот тайфун мне нравится виноград такой сладкий да? там тайфун называется да? тайфун угу а вот ещё это киш-мыш тайфун здесь да? это есть виноград киш-мыш не кыш-мыш а киш-миш а киш-миш вот извиняйся киш-миш он помельче и там он вроде без косточек он да? угу угу мы когда были короче там мм а здесь у чепкасов а там у них была веранда у нас была веранда у них была веранда он лежал на веранде вот и короче у него был макдафон кассетный назывался как то ли весь на назывался он вот но он такой большой такой макдафон они не спрашивают и две колонки стояли колонки были по моему по 35 Вт ещё новые дамки были на изданосной дамки были они же как они же играли же мощное ой-ой-ой и думаю как было короче селез пещалка фазовый ветер стал такой короче и основные динамик и колонки такие короче макдафоны а как стояло эти бле табуреты стояли короче две табуретки доска такая около 50 короче доска đến right вот Вот, и дверь на кухню, а посмотри, открытый короче, и вот он спит как-то пьяный, спит и музыка на всю играет. Постоянно. У него, кстати, еще был сарайка, помнишь? А-а-а. Сарайка такая и там эти были. Я был там в сарайке. Ну типа тоже топчаный там такие. Да-да-да-да. Я был там в сарайке. Мы еще когда, там у него еще был такой самый огород, он был богатый у них. Там что такое не росло в огороде? Там помидоры, огурцы, потом это виноград вроде бы там у них рос. Нет, а, виноград рос. Потом что там? А-а-а. Потом ягодчики какие-то росли там у них там, это такие. Виноград что ты болтаешь? Не болт, да? Ты что, откуда виноград-то? А, значит, спутал. Это спутал я. Ты видишь, какой он обманщик? Нет, спутал, спутал, все. Наказать, наказать, Джон, наказать. 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 Как это, наверное, называется вот это? Тайфун. А, Тайфун. Спасибо большое. Хлеб еще не даю. А, вот это и то, не падет. Там кусочек маленький остался, сейчас засохнет. Угу. Сейчас съем. А ты, когда работал в шахте, можно будет посыпаться, чтобы идти в дикую смену? Ну, как я посыпался вот там? Ой, вроде бы это, пол пятого что ли. Я тоже посыпался. Ну, я пол пятого посыпался. Ну, я так, в девять сестого я выходил. Насколько? В девять сестого. В девять сестого. Если не болт обезло, я шел пешком. А у нас, это, тропинка была. А потом уже пошли на дороге, и на шнаряда стояла. А потом нас пенесли туда, где столовая. Мы там, там. А может, я еще прихожу, а я не знал. А там, короче, по ВТБ, женщина была. А вот там, там, короче. Я прихожу, там уже наш наряд, и все там. Стояла у Вячеслава Петровича, механик у нас. Ну, и едет. Начальник участка. Стояла у Волга, но у него машина стояла вот. Ну, я сразу же разошел там уже. Тебе сколько надо наливать чай? Полкушки. Подожди. Полкушки? Ну, ничего не такое. Чего? Ну, типа рукавицы. Сейчас, погоди. Сейчас. На. Пардон. Принимайте. Ай. Ага. Спасибо вам. Ладно, я что-то поеду уже не буду. Ты будешь поеду? Нет. У меня еще ядца стоят с метровами. Ааа. Может он сейчас с яйцом. Вот что-то крепкий чай получился. Угу. Вот так вот на цвет, ну, крепкий, короче. Понятно? Аааа. Вот, кстати, можно сюда лук положить. Угу. Угу. Ааа, надо еще дров подложить. А, в печку, ну. Угу. В яйца, думаю, не тронут. Угу. 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 ты плаваешь хорошо да ты ты же по собачьей плаваешь да я готовлю что-то я помню ты любишь по собачьей да да любимый ты по собачьей любишь план да да по морскому а до слез чё такое попала в голову перегнулся а не так ой я это плавно учился папа по собачьего тебя не видать я упала учился а кстати я плавал учился в кирове а там строка вятка там как бы у нас это был поселок называется он туда буквально пройдешь тогда 15-20 ну так между мама там еще бы не известно там более у каждого свои дома но более большие дома дома то есть или большие дома такие и этот силикатные кипячи они большие и кипятные наверное эти силикатные они небольшие эти наверное скорее всего эти как их как же они называют пеноблоки такие большие кипячи и сама тропинка потом такой большой спуск около 15 примерно даже метра 20 около так спуск а потом такой пляж и там это песок и сама река вятка вот там река и вода спокойно вода тихая а там еще таки а там и так как у меня большая но она очень глубокая река и сплавает лес а там вот такие дурочки такие большие лес но метров 25 по 30 метров длиной и это будет называть на сам сплав они же большой и сам у меня кадр такой игру чтобы особо эти критая дрова не плавали по разобоям такие бонны бонны так и такие что так вот такие брюна вот такие вот а подачиной у нас такие толстые так штук 5 и так около метра так 30-35 длиной они так уже берега стоят и брюна сука себе отлываются все равно я под эгонами тонул нырнул и головой об вон и мне стало плохо и давали сознание потерял у меня же ребята уже зал с меня вытащили оттуда я сижу я сижу бледний весь как мальчика девочка а что там мне потом парень мол так и так короче а еще был живой мой дедушка был у отца отец у меня по ушам так знаешь отдается бум 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 короче надо завязывать с этими разговорами на ночь ты как это как это колонки то басы басы кстати низкие частоты ты шумеешь изображать да ну-ка как изобрази у тебя видать низкий средний и высокий ты же музыкант ну чё не помнишь что ли я же мужу забываю стал он в зрителей час не тяни время ты его же спать хочу это короче как мандафон есть колонка это присел не объявляет ему и как раз для вас не обижать может эти и там такой короче маленький пищалка называется печалка заговор полностью что ты она и так высок 68 так си это москитинь сидах сидах всем 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 людям музыка там как его они в оборот вот такая штука а есть основной минями а позицию средний ты и я заблок Howard, ты мало так изобразил ну там как Ионига там а еще есть нитки с жестокой динамит, но он мощный, большой на резиновой основе но он в низе. Барабаны и он играет отлично и когда ты делаешь плохо я тогда Кобелец, да, стасов. Са empezar сделал он сделал, колонки потом его объяснил, а я себе колонки сделал а irgendwie мне сказал Я сделал схему, как все полагается, он сделал колонки, играли отлично, это у него был селок, он был, не помню, у меня вручил, еще манграфон у вас, как назывался он? Вега. Вега, да? Так выезжай, ладно, ложка сюда, пятая, он заходит такая все, по-моему. Нет, вот, она вот так, как бы вот так. А, так, да? Вот так выезжает, туда, кассету вот так сверху. А-а-а. Вот такие вот, кассеты, которые квадратные. А, это я понял, да-да-да-да. Псендастовая головка там. Псендастовая? Ого, у меня был манграфон, сам, то ли, ой, то ли орбит, а, маяк 201. У меня тоже, нажимаешь кнопочку, и как-то как, вот смотри, вот такой вот тоненький манграфон. Ну смотри, около так, около так, пять, может, семь. Нажимаю кнопочку, и такая штука-то выезжает, такая, раз, делаю вот такая штука-то, смотри, около 20-ти так выезжает. Вложишь кассету, обратно, задвигаешь обратно ее. Все, тихо, Глебас, мне что-то это, ну, спать хочу сильно. Давай тоже. Ты мне уже, я тебе только попросил бум-бум, дзынь-дзынь, и пс-пс-пс, и все, изобразите все. И хорош. А то у меня уже в ушах звенит все. Хорош уже, все, заканчивай. Можем, мажем. Ты лучше что-нибудь тогда изобрази, а ты тут рассказываешь про магнитофоны. А что бы изобразить? Краснопопую макаку. Нет, здесь не получится. Да нет, я не буду изобразить. Как это там? Я не знаю, как изобразить, я не знаю. Как она там, э-э-э-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Потом изобразoе краснопопъем макакуя, я тут втроём. И когда, вообщем, он не знаю, ноги длинные, и там усовутый. Все snazano고 Яг pik- sentyalese и прокачиваюсь так . Мы так смеялись, до потери пульса. Мне понравилось, я смотрел, я помню, смеялся. Это они между собой так общались? Между собой так они общались. А, и ещё. Там же была вода. Как там называлось? Как озерки, типа того. И там рыба плавала. Большая рыба такая. А вот рыбы там большие были. И большие такие рыбы, кстати. И ещё там какие-то орлы. Птицы какие-то большие такие. Орлов там полно было, всяких разнообразных. Угу. Орлы. Всякие разные были. Да, да, орло там было. Такой богатый зоопарк. Орлы. Потом эти были совы, филины. Там много было. Кошки даже. Лесная кошка там. Ага. Тигры там. Белые вроде тигры. Да, да, да. И пантера там была. Да. Ой. И там ещё даже эта была. Слышь, слышь. Короче, изобразить тигра, пантеру, лесную кошку. Ну нет, здесь на кошке я не изображил никак. Тигра. Ну тигра, да. А вот тигра ещё можно изобразить. Ну тигра как, типа, как он рычит. Ну только как рычит, да. И там ещё, по-моему, это были-то. Белые-то, медведи-то были. Сильный такой. Там был такой медведи-простой. И второй медведи-то. И ещё меня нападал на него-то. Тот, который был посильнее, тот его-то нападал. Ага. Он на него-то нападал. Ага. Тот уже испугался. Убежал, короче, него. И ещё очень понравился. Всё. Рысь. Косал её-то. Кис-кис-кис-кис. Я не забыл никогда в жизни. Рысь. А у неё-кис-кис-кис. Подошла к нему почему-то. Она не подошла. Она просто так голову-голову повернула. Ага. Ну я так удивился. Ну это же семейство кошачьих. Я знаю, знаю. Ну я так вот прикололся мне-то. Коска-рысь. Ух, отлично было. Ой. Кстати, знаешь, это вот, как это, где водятся рыси. Ну? Что делали, чтобы рысь на охотников не нападал. Ну не смогла загрызть охотника. И что делали? В рюкзак ставили это. Ну даже не ставили, а просто несли этот ружьё. Не ружьё, а этот. Как он. Ну винтовку какую-то, если чтоб штык был там. Ааа. То есть идёшь и как бы штык торчит. Ну или делать из рюкзака, чтоб штык как бы и торчал. Понятно. То есть если она прыгает, то она это. На штык. На штык и всё. Ну ещё. У рыси, насколько мне известно, у неё когти большие. У неё когти достигают около пяти сантиметров. И такие чёрные, они, короче, как вот, вот так загибаются они. Она одними когтями может убить оленя. Она мутится вот сюда вот на загривах. И так когтями ему, короче, он мя-ля-ля и падает, короче. Вот она очень сильное животное. Вот это. Это какое-то было кино зарубежное. Вот там была рысь. Ой, рысь. И ещё какое-то животное. Мужик рысь выбрал. А почему так? Это моё вот хобби. Рысь и всё. Ой, Джон, сейчас приду, подожди. Ну ладно, я уже выключаю. Я вообще спать сильно. Ага, я тоже спать хочу, давай. Сейчас, подожди, сейчас я приду. А, ну давай, придёшь и закончим наш ужин. Ага. Уже замученный, устал вообще. Не то, что устал, спать охотно. Ну давай, присаживайся. Всем спокойной ночи, пожелаем. Ага, давай. Ага. Дорогие зрители, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Как раз на ночь глядя смотрите нас. Да. Наш ужин. Спасибо, что были. Спасибо, всем хорошего. До завтрашнего утра. До завтрашнего утра. Не знаю, спать хочу я, наверное, часов десять. Я тоже. Ну ещё, конечно, встанешь в то, что печка остынет. Тоже, да, печка остынет. Придётся вставать. Придётся вставать, топить её, зажигать придётся. А, спать охота, конечно. Я тоже спать хочу сегодня уже.